Утро Великого Мая. В часовне иконы Божьей Матери всех скорбящих радость зажигаются свечи. Руководство города и епископ Бобруйский Быховский Серафим чтят память героев. Войне отгиб уже отбежа болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, словом или делом или помышлением, яко благие человека любит Бог прости. С благодарностью в сердце администрация города, представители трудовых коллективов, сотни неравнодушных, возлагают красные гвоздики к подножию мемориалов в честь воинов, погибших при освобождении Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в июне 44-го. Праздничная колонна выстраивается на пересечении Минска и проспекта Георгиевского. В 10.45 дан старт торжественному шествию. Более 6 тысяч бобруйчан в сопровождении военного оркестра несут в сердцах память, в руках портреты дедов-прадедов, настоящих героев. Ты понимаешь в этот день, что наше поколение новых детей, молодежи, они всегда будут помнить наших предков. Горжусь безгранично своим дедом. Хожу с этим портретом с 5-го класса уже, а сейчас я в 11-м классе. Флаги, красно-зеленые шары, госсимволика. Вдоль Минской социалистической многотысячную колонну радостными возгласами встречают и взрослые дети. Республиканская патриотическая акция «Беларусь помнит» объединяет майским утром каждого. Масштабы торжества поражают. На 9 мая хожу каждый год с учителями, с друзьями. Это очень важный праздник, так как мы должны помнить наших предков. Мы очень благодарны за победу, всегда будем выступать в таких шествиях. Мы безмерно гордимся этим праздником, это очень значимый праздник для нас. С праздничным настроением колонна прибывает на площадь победы. Митинг-реквием, возложение, минута молчания, неизменные традиции священного дня. Уважение всем, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Помнить, передавать историю с поколения в поколение – долг каждого. Без них не было бы мирного неба, не было бы праздника. В адрес ветеранов слова безграничной благодарности. К многообразию медалей на груди добавляются новые в честь настоящих героев творческие номера. Поздравляю в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя их уже осталось нас мало, 27 человек. И уж видите, как сегодня в Бручане празднуют этот праздник. И я думаю, что это всегда, это был и есть народный праздник. Всех с Днём Победы. Парад воинов Бобруйского гарнизона поражает синхронностью. Поистине завораживающее зрелище жителей. Гости города смотрят, затаив дыхание. Многолюдно возле полевой кухни. Попробовать настоящей солдатской каши в этот день желают многие. Очередь растягивается на несколько десятков метров. Если честно сказать, ела с удовольствием. Я никогда не пробовала, и мне хочется попробовать. Как попробуешь? Как думаешь, понравится? Да, думаю, что понравится. Сегодня в городе не остаётся места, где не празднуют Победный май. Излюбленная локация фотозоны повзаимодействовать и сделать снимок с атрибутами того времени может каждая среди локаций особые фамильные. Июнь – это где-то в Беларуси под Бобруйском. 7 мая, два дня до Победы. От медицинских до культурных учреждений – основные тематические экспозиции у организаций предприятий города. К оформлению подачи все подходят креативно. Снова Победный май. И, естественно, учащиеся центра «Росквит» не могут, они наследники Победы, не поздравить наш родной Бобруйск. И всех-всех бобручан с этим великим праздником. 79 лет мы живём под мирным небом, и это счастье. Вальс Победы. Кульминацией этого дня становится флешмоб. В праздничном танце кружатся представители трудовых коллективов «Профсоюз», «Пионеры», «БРСМ», «Белая Русь». За каждым движением – долгие часы репетиции. Результат – искренние эмоции зрителей. Елизавета Липеева, Елизавета Житкова, Роман Костюков, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.